В Одессе продолжаются нападения на местных активистов. На этот раз неизвестные стреляли в волонтёра Андрея Вагапова. В каком состоянии он сейчас и что стало причиной этой охоты, расскажут мои коллеги. На Андрея Вагапова напали накануне вечером в спальном районе на окраине Одессы. Активист вышел из подъезда многоэтажки, в которой живёт. У крыльца заметил незнакомого мужчину на вид лет 30 спортивного телосложения. Андрей направился дальше, а парень сзади четыре раза выстрелил ему по ногам и скрылся. Первую помощь пострадавшему оказывали прохожие. Левую ногу не чувствую. Сейчас Андрей в больнице, состояние стабильное. У него три проникающих ранения, одно из них осколочное. Причём осколки врачам извлечь пока не удалось, слишком глубоко засели. Попытаются сделать это во время операции. Пули, скорее всего, были металлические. Возможно, осколки не удастся. Излечь такое тоже часто бывает. Ну, люди с этим живут. Жизни на данный момент ему ничто не угрожает. Касательно качества жизни, там уже будут установлены только после операции. Андрей Вагапов известный в Одессе волонтёр, помогает армии, кроме того, занимается общественной деятельностью. Так, год назад был героем нашего репортажа, когда сломал незаконно установленный шлагбаум на морском побережье. В последнее время вступал в конфликты, связанные со строительством. Говорит, возможно, нападение – дело рук оппонентов. Судя по повреждениям, да. Запугать, вывести грубое сейчас на данный момент с дел, которыми я занимаюсь. Там, где обратилась ко мне общественность, которую, как говорится, не слышат. В полиции тем временем рассматривают несколько версий нападения. Среди них общественная деятельность активиста, а также бытовой конфликт. Уголовное производство открыли по статье «Хулиганство». Стоит отметить, что этим летом к днищу автомобиля Андрея Вагапова неизвестные пытались прикрепить некий предмет. Но активист их спугнул, а под машиной обнаружил запал от гранаты. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса.